Всем привет, ребята! С вами снова Димас. Мы решили приготовить такой небольшой супчик, тёпленький, достаточно вкусный, питательный. Удивить вас как бы своим рецептом. Все готовят его по-разному. У меня тоже есть свой рецепт, какой я готовлю. Сегодня мы будем делать крем-суп грибной. Пишите в комментариях обязательно, как вы готовите его, из каких грибов и что-то ещё. У нас сегодня будут шампиньоны. Ну, как бы это более самый вариант подходящий к крем-супу. Как бы варят из лисичек и ещё из каких-то подобных грибов. Ну, шампиньоны, они самые такие безобидные, самые безвредные. Из них самый получается, на мой взгляд, самый вкусный крем-суп-пюре. Кто-то белые добавляет, сухие. Но они достаточно дорогие, если покупать в магазине. Если вы заготовили, успели за сезон, тоже можно добавить. Ресные и грибы дают очень большую пикантность, но мы и без них делаем. Сегодня мы делаем просто чисто шампиньоны. Также, помимо шампиньонов, нам понадобится лук свежий, морковка, чесночок добавим. Картошечка, куда без неё. Сливочное масло. Растительное масло. Молоко. Многие делают без молока этот суп. Потом добавляют сливки и ещё как-то подобное разводят. У меня рецепт этот с молоком. Также соль, сахар. Перец молотый. Мы возьмём разные у нас тут перец. Четыре вида. Красный, белый, зелёный, чёрный. Я обязательно в этот суп добавляю карри. Карри, мадрас, очень хорошие специи. Именно в этом супе не так много, но оно очень даёт пикантность. В карри, как вы знаете, очень много пряных трав. Из них карри состоит. Также мука. У нас сегодня загуститель. Также, как и картофель. Здесь крахмал содержится. Муку мы тоже добавим. И начнём приготовление. Для этого нам надо дать основу. Это обжаривать лук-морковку и грибочки. Так что, включаем на четвёрочку. Добавляем растительного масла. Здесь масла, в принципе, достаточно много идёт. Из-за этого этот суп получается калорийный. По этому рецепту. Можете просто отвариться. И у вас будет менее калорийный. Ну, этот суп такой вкусный получается, нажористый, когда он с добавлением муки и масла и всего остального. Мне очень этот рецепт нравится. Я доволен им. И часто готовлю. И кому готовлю, своим знакомым тоже очень нравится. Так что, вот процесс у нас пошёл. Обжарки. Всё на четвёрочке. Обжариваем до готовности. Почти уже грибы добавляем. Они быстро у нас тоже приготовятся. Пока у нас будет лук обжариваться, мы ещё конфорку тоже включаем на четвёрку. И чтобы не терять время, мы будем уже варивать картошку, картофель наш, просто в обычной воде, чтобы уже всё потом быстро у нас получилось. И сэкономим полчаса как минимум. Берём кастрюлю. Добавляем воду, как всегда, святую. Ну, где-то около литра. И сразу добавляем картофель наш. Для ускорения процесса можете его нарезать произвольно. Всё равно всё блондеровать нам придётся. Чуть тоньше, чем лучше. И всё, накрываем крышкой. И варим его до размягчения полного, как пюре вы варите. Это как бы главный показатель. И в процессе обжариваем лук с морковкой. У нас это займёт минут 20. И будем уже приступать к следующему этапу. Ну, пока обжариваем наши овощи. У нас вот спассировался лук с морковкой почти до готовности. И мы добавляем грибочки, наши шампиньончики. Прямо сюда же. Добавляем ещё масло растительное. Достаточно много. И сливочного масла тоже добавляем. Тоже много грамм. 50-70 примерно. В этом блюде должно быть достаточно много масла. В моём рецепте. И всё это тоже обжаривается. Ну вот, шампиньоны сейчас много заберут масла. Питают себя. Естественно, потом, когда будете блондировать, всё это у вас перейдёт в суп. Также сюда я добавляю всегда кубик грибной. Но у нас нет грибного. Мы немножко добавлю куриного. Ну, прямо чуть-чуть посыплю. Он даст свой вот эту химическую, химический свой вкус. Также кария добавляю достаточно много. Кто не любит кария, можешь не добавлять. Это чисто вот такие специи, которые на любителя. Также соль я добавлю сразу. Мы будем досаливать ещё. Но добавлю сразу соль и перец. И сахар. Сахара тоже достаточно много. Потому что я люблю такие вкусные, пикантные, насыщенные супы. И всё это перемешиваем сейчас. Продолжаем дальше обжаривать. Сейчас сахар растворится, даст карамельку. И всё будет, всё красиво. Но нам красота эта сейчас не важна. Это главное. Просто спассировать. Запах прекрасный стал карри. Кому нравится, те меня поймут, что это великолепный запах. Кому не нравится, я вам сочувствую. Вы зря это делаете, что не любите карри. Прекрасные специи. Если их не добавлять в таком большом количестве, как это делают индусы, пакистанцы. И у них получается не само блюдо основное, там рыба, мясо или курица. Получается их специи. Основное блюдо, как идёт основное блюдо. А всё как бы мясо, рыба, это как бы получается добавка. У них сложная пища, но для них она прекрасно усваивается. И им приятно это всё. Так что обжариваем. У нас картофель закипел. Чуть убавим на трёшечку. Всё варится до готовности. Обжариваем. И вот сейчас, через минуту через 10-15 увидимся снова. И у нас, как бы, смотрите, вот чуть спассеровались шампиньоны. Чтобы не ждать, чтобы лишняя влага выпарилась. Мы сразу вот добавим муку. Мука обычная. Добавим пару столовых ложек. Забыл сказать вам, что у нас тут из шампиньонов 250 грамм. Лук-морковку по 100 грамм. И картошка у нас тоже получается грамм 150. Может быть, тире 200 грамм. Добавили пару ложечек. И видно, что ещё можно добавить. Без горки добавляем третью ложечку. Изначально я говорил, что ножористое. Блюдо такое достаточное, хотя лёгкое. Без мяса, оно постное. Муку, масса сливочная. Нельзя, конечно, в пост есть. Но веганам-то это можно есть. И немножко поджариваем. Если есть мускатный орех, можете добавить мускатный орех. Сейчас немножко мука спассируется. В принципе, эта вот заготовка, она будет готова. Уже будем переходить к третьему этапу, почти завершающему. Блондарить наш суп, уже доводить его до готовности. Минут 15 у нас, а у вас секунды. Картошка вот сварилась окончательно. Вот видите, она такая разваристая вся. И мы добавляем уже в нашу воду и картошку отварную. Наши пассерованные грибы, лук, морковку. Тут мука, карри, я напоминаю. Уже немножко соли, сахара. Как бы добавляем сразу молоко. У нас тут литр. Где-то пол-литра добавляем примерно. Лучше молоко, чтобы было подогретое, это куда-нибудь поставьте в тёплое место, оно будет тёплое. И начинаем блондаровать. Что у нас будет получаться. Прям в кастрюльке. Не переживайте. Долгое количество времени не блондуруйте, потому что иногда бывает горят они. Достаточно густая смесь. Можно ещё молочка немножко добавить. Всё блондуруем прямо в мясо, чтобы у вас не было никаких вкраплений. Стараемся, по крайней мере, морковки, лука и всего грибов. Маленькие-маленькие частицы, чтобы оставались. Чтобы у вас всё было однородной массой. Из-за этого надо, чтобы морковка и все остальные овощи у вас были до готовности. Чтобы блендер их взял. Какие-то фракции. Вот видите, у нас получается. Там грибы, иногда морковка проскакивает. Но это всё размалывается, всё легко. Ну всё, замечательно. Вот останавливаем. Снимаем нашу ногу. Она нам уже не пригодится. Да и всё, у нас начинает подзакипать. Тоже можно уже убавить. Надвушечку, чтобы не пригорело. Потому что у этого супа есть такое свойство. Такое свойство, что он пригорает к поверхности. Потому что там мука и он достаточно густой. Так что непрерывно помешивайте. Либо венчиком, либо ложкой, чем вам угодно. Удобно. Обязательно промешивайте. И ждите закипания. Видите, уже даже вот мешаешь. И вот тут остаётся вот пригарка. Пригорает она к нашей поверхности кастрюли. Так что обязательно потом убавляйте температуру. Чтобы у вас сильно не пригорало. Но обязательно дождитесь того момента, чтобы суп прокипел. Вот видите, уже внизу что-то пригорает. А горелое нам вкус этого супа не нужен. Сейчас попробуем на соль. Как раз добавим. Если что-то не то. Да, немножко добавим сейчас соли. Обязательно. Чтобы досолить. И чуть-чуть сахарку. И сейчас ещё помешаем. Ну всё, у нас закипело. Мы убавляем. То есть выключаем вообще конфорку. У нас получилось, наверное, где-то литра три. Может быть побольше. Довольно-таки густого крема супа. Естественно, когда он у вас остынет. В холодильнике или где вы там будете хранить. Он у вас ещё гуще станет. И когда вы будете греть. Можете добавить также молока сюда. Чтобы его лучше разогреть. Чтобы он не подгорел. Либо просто сливок добавить. Как бы 10% самых дешёвых простых сливок. Также на этом супе можно так же. Нити узорчики нарисовать сливками. Тёплыми. Чтобы хорошо усвоил желудок. Ну вот у нас случилась фотосессия. И мы будем пробовать. Что у нас получилось в супе. Будем разрушать это блюдо. Попробуем. Очень вкусный. Тот вкус натуральный. Который должен быть у этого супа. Чуть остренька из-за карри. Кто любит такие супы. У кого нет зубов. Допустим. Ещё что-то жевать тяжело. Эти супы легко усваиваются в организме. Потому что современный мир переходит на кремообразное. И как бы все знают. Что дети детей кормят всё пюрешками. Это очень легко усваиваем. Все только съели. Уже побежали. Так что. Вот приготовили такой рецепт. Супа. Крем супа. Их вариаций много. Мы вам дали свой. Как мы готовим. Очень вкусный. Кому понравилось и не понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, дизлайки. Всё от души. Также пишите комментарии. Особенно если вам понравилось это. Либо вы готовили какой-то свой вариант. Может быть мы повторим. По вашему рецепту. Всем приятного аппетита. С вами была банда Кукс Бразер Хукс. Всем добра и мира. Увидимся на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока.